Движемся вперёд. Можно в качестве исключения задать с места вопрос. Это невозможно самому понять. Невозможно. Нужно искать его интерес. Интерес ребёнка сначала будет не в сфере его деятельности. Надо просто с помощью интереса раскрывать разум. Допустим, у меня это происходило, потому что я был безудержным, меня невозможно было остановить. Допустим, я захотел паять радиосхемы. Я там напаялся радиосхемы до того, что начал в эфире вещать эти новости. Ездила машина, пеленгатор ловила, кто там вещает новости. Потом начал шахматы играть. Потом самбо начал заниматься. Потом на рыбалку пошёл. Потом танцами начал заниматься. И так далее. И я всегда везде, как бы, всё, что не делал, я всегда всё... Мне никто не мог остановить меня в этом. Но не все дети такие. Некоторым нужно помочь делать то, что сейчас у него раскрывается. Это помогает человеку в целом раскрыть разум. Когда человеку, ребёнку находишь интерес в чём-то, это не значит, что именно он в это пойдёт. Не важно. Важно, чтобы у него был интерес в жизни. Если интерес в этом, разум становится сильнее. Потом пошёл интерес туда, разум становится ещё сильнее. Потом туда, 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 туда. И чем больше развиваешь интерес ребёнка, тем больше он осознаёт, что ему в жизни надо делать. И он сам потом скажет, чем ему надо заниматься. Когда его способность понимать себя станет максимально сильной. У меня ребята приезжают учиться моим методам. Из них только процентов 20 реально смогут там выучиться. Но мы что делаем? Мы берём и начинаем просто этих ребят развивать. То есть они духовной практикой занимаются там, служат, помогают, заботятся обо всех. Учатся моим методам. И в результате этой деятельности человек раз и начинает осознавать. Нет, это не моя природа, а вот это моя природа. Вот как, допустим, у меня есть Саша, который из Риги приехал, он у меня учился подбирать камни. Учился, учился подбирать камни. И у него даже это пошло в какой-то степени, уже начал там что-то подбирать. Это он у меня сейчас учится уже около трёх лет. И где-то полтора года назад раз у него появился интерес делать компьютерные программы. Он там начал параллельно подбирать камни, начал компьютерные программы делать. Очень хорошо получается. Мы уже, ну пусть делает, ладно. И потом раз он ко мне подошёл, говорит, что-то мне подбирать камни не нравится, буду только компьютерные программы делать. Хорошо, делай только компьютерные программы. Помогаешь, хорошо получается, делай там программу целую, делай для всего офиса. Но я точно знал, что это не его природа это делать. Но он же сам должен до этого дойти. И потом он уже делает эти компьютерные программы, приходит, говорит, я хочу быть психологом. Я понял. Я говорю, ничего, давай делай компьютерные программы дальше, потихоньку изучай психологию. Понятно, да, система? Нужно, чтобы человек где-то развивался. Постепенно он найдёт себя так, 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 раз и пришёл. Но если интереса нет, то не будет жизни. Просто заставлять тупо что-то делать бесполезно. Человек не сможет развиваться.